Страна ФМ Страна ФМ Тогда была греко-аритская борьба Все дружно, от малого до великих И поэтому, можно сказать, не было вариантов Я думал, ты сейчас скажешь, что у нас была такая улица Все выживали, как могли Ну это тоже Слушай, ну и получается, ты занимался, занимался, занимался И вот в 2014 году Тебя заприметили Говорят, а давай-ка ты в профессиональный спорт На самом деле, я еще смотрел Первые выпуски UFC, покупал, ходил диски То есть я за этим всем наблюдал давно и всегда стремился стать бойцом смешных недоборств потом федор емельянька и так далее то есть это моя мечта я к ней пришел не просто совершенно ты к ней пришел но получается последний бой у тебя был в ноябре прошлого года а сейчас вот как бы все в напряжении все в нетерпении а что дальше то где ты появишься как на тебя посмотреть но я думаю что уже появимся в самом мощнейшим самым известнейшим промоутерской компанией у си пока сейчас что-то по этому поводу говорить не буду искать оставим такую загадку чуть дальше больше и расскажем но пока точно информации такой о которой информации пока нет поэтому чуть подождем слушай мы сегодня так мы мы любим прыгать по времени мы любим в будущее в настоящего я бы хотел откатиться немножко в прошлое сейчас наверняка кто нас смотрит есть там мальчишки пацаны которые смотрят на тебя и просто они восхищены твоей физической форме что абсолютно не право мы все восхищены и естественно вопрос ну мы это понятно мы рядом сидим я имею ввиду кто по телевизору смотрит естественно у всех вопрос вот скажи пожалуйста ты с детства был вот таким уже мощным человеком или все-таки в принципе любое субтильного сложения человек может достигнуть таких результатов там за как за какой-то период вы знаете вот предыдущем интервью я рассказывал что до 10 класса был маленький щупленький но такой жилистый играл хорошо есть такой спорта гандбол то есть тренировался по два раза в день то есть я был настроен очень серьезно и были сборы и меня они взяли играл я довольно таки хорошо потому что я был маленький ростом сказали ты не перспективный не вырастешь после этого да я оставил вид спорта вот так вот и потом время прошло я вытянулся чуть побольше стал а сейчас есть у тебя такое ну допустим встречать что этих знакомых вышли очень непростительная ошибка вот так нет конечно наоборот с улыбкой это я вспоминаю очень весело поэтому есть много примеров разные спортсмены которых в каком-то виде спорта не взяли они в другом себя показали наиболее лучше значит так надо было уже но вот все-таки банальный вопрос но тем не менее это же интересно если бы все-таки со спортом не срослось где бы ты себя реализовывал я думаю сейчас бы третий ведущий здесь сидел с вами разговаривал да он уже практически он уже фактически есть на самом деле да кстати надо подумать ну что прервемся мы ненадолго и продолжим очень скоро друзья будьте здесь доброе утро страна прям такое спортивное утро прям утро форме у нас сегодня в гостях сергей павлович еще раз доброе утро сколько раз можно сказать доброе утро вот и владислав придумал хороший правильный грамотный вопрос я хочу заметить просто еще раз друзья посмотрите сергей совсем недавно сказал буквально пять минут назад что он был маленьким и щупленьким до сих пор с этим трудно смириться мне кажется это невозможно по поводу страха я хотел спросить испытывает ли испытываешь ли ты страх вот до сих пор сейчас когда выходишь на бой ну я думаю у каждого нормального человека страх присутствует просто есть дисциплина по которой мы следуем что надо делать то есть трус у него нет дисциплины и соответственно что делает бежит нам приходится мы тренируемся каждый раз испытываем это чувство но мы преодолеваем и идем делаем свою работу но я так понимаю что бой это все-таки не стопроцентная импровизация да то есть есть какие-то вот позиции заученные когда даже вот если ум впадает ну не то чтобы в панику да но ты все равно знаешь как себя защитить какие движения руками ногами ну тренировки дамы и на тренировках практически пытаемся всегда себя ввести в этот режим когда у нас боя соответственно пытаемся разные ситуации отработать чтобы комфортно было если что-то не получилось другую ситуацию третью четвертую и быстро ориентироваться по ходу боя серёж слушай а вот сюда отсюда вытекает кстати очень хороший вопрос как ты считаешь вот твое личное мнение в бою сколько на твой взгляд процентов физики сколько процентов психологии но здесь я скажу так то что надо быть со всех сторон подготовлен и психологически и физически потому что если будешь физически подготовлен психологически надломлен тогда быстро сломается тоже не доведешь то есть здесь такая и того и того должно хватать скажем это у нас называется душок душок должен присутствовать хороший название слушай ты такой интеллигентный парень и прям такой добрый интеллигентный вот когда вот эта дуэль когда взглядами ты с кем-то должен встречаться на пресс-конференции там обзывать друг друга оскорблять как у тебя это получается ну я этим не делаю я никогда три штокинг называется тоже да 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 не занимаясь этим и всегда не смотрю соперника в глаза не потому что там боюсь так далее просто у меня чуть другой стиль мне кажется клетка и там все решается то есть ты до клетки их так игнорируешь не игнорирую я просто нахожусь в своей среде мне так более комфортно и приятно слушай но у них же это все он чаще шоу неотъемлемые да практически вот когда вот пресс-конференция недавно была дав мы смотрели все это же отдельные истории вообще но вы знаете у каждого человека своя история поэтому это не моя история и я этим не пользуюсь слушай а знаешь какой вопрос я хотел тебе задать а ведь получается со многими спортсменами ты занимался в одних клубах да бывало так что ты прямо встречался в бою со своими друзьями и как вот с этим справиться как бить человек который тебе товарищ вообще с друзьями не было так что встречался а вот было так что тренировались в одном зале так ну это работа знаете мы относимся это как работе то есть профессионализм в этом и заключается что надо разделять где работа где там увиделись пообщались это нормально то есть ты не оцениваешь соперника как человека как знакомого кого-то может быть друга и так далее это просто соперник и все мы выходим туда зарабатывать да скажем так у каждого есть свое поле деятельности и все мы взрослые прекрасно понимаем что нам обоим это нужно мы же не будем друг у друга скажем так хлеб отбирать не выходить на бой то есть всем интересно все хотят посмотреть что из этого получится мы должны это сделать слушай но еще такой вопрос вот ты говоришь что ты всегда в своей среде ты не участвуешь в этих трэш-токен а в интернете там я не знаю ты видишь ты какие-то вот высказывания имеешь ли ты свою точку зрения на определенные вопросы такие громкие чтобы вот прям хайпануть как следует ну опять же наверное наш менталитет такой я конечно все вижу но стараюсь каких-то нехороших ситуациях не участвовать потому что сильный человек должен промолчать что-то если касается уже меня лично и моих близких тогда конечно не смогу устоять а если это так воздушно или где-то далеко и моих товарищей касается тогда я стараюсь обойти стороной молодец вот это молодец валерий сильный человек должен молчать мышь будешь говорить ты теперь я буду молчать друзья сергей получ у нас гостях мы продолжим очень скоро будьте здесь пожалуйста слушайте но мы живет тут не просто так собрались у нас есть повод потому что совсем скоро пройдет международный фестиваль спорта и здорового образа жизни эссен про 2018 и мы знаем что ты там будешь и ты там будешь проводить открытую тренировку я прям секундочку напомню сергей павлович у нас в гостях да сережа кто ж забудет может быть кто-то только подключился ну ладно ладно он просто умный а я красивая открытая тренировка по поводу открытой тренировки мы покажем немного как мы тренируемся чтобы люди увидели что такое смешное единоборство то есть эта тренировка такая универсальная включает в себя разные виды спорта то есть там бокс кикбоксинг борьба кроссфит кроссфит все вместе то есть там разминка пройдет некоторые элементы но будет очень интересно то есть сейчас все подробности рассказывать не буду самое интересное то что все эти виды спорта будут задействованы поэтому приходите посмотрите поучаствуйте но могут принять участие абсолютно все и девчонки абсолютно все возрастных ограничений тоже нет главное что здоровья хватило а вот ты сказал как мы тренируемся то есть один будешь проводить или в какой-то компании кто там тебя будет поддерживать ну я пока еще не решил пока точно но скорее всего пару тренеров будет один тренер будет все-таки боксер другой будет по кроссфиту и так далее то есть непосредственно специалисты в каждой области которые смогут правильно подсказать и объяснить слушай но ты столько лет занимаешься спортом тебе на тренировке необходим сейчас вот тренер который там я не знаю будет все время тебе какие-то давать на указание либо ты сам себе уже тренер ты сам точно знаешь что тебе нужно делать Нет, тренер, конечно, должен присутствовать, потому что со стороны видней наши недочеты. И, соответственно, вернемся к моей непосредственно профессии. Когда дают нам соперника, мы создаем какой-то план и по нему готовимся. Когда я один, я все-таки буду не совсем точно видеть свои недочеты. То есть тренер обязательно должен присутствовать и видеть всю работу, которую мы проводим в зале. Слушай, ну вот если опять возвращаться к Международному фестивалю здорового образа жизни, ты придерживаешься вот прям философии здорового образа жизни? Не то, что придерживаюсь, это, наверное, во мне. То есть я не чувствую комфортно себя, если я буду идти с бутылкой пива или там курить. Мне это не близко. То есть мне близко именно здоровый образ жизни, активный отдых, более все спортивное и так далее. То есть те ограничения, которые у тебя есть, они не через силу у тебя, это совершенно естественное твое состояние? Да, естественно. А нет, на самом деле, если честно говорить, на полном серьезе. Есть какие-то, потому что у тебя очень жесткий, насколько я понимаю, ритм жизни, режим, да, вообще. Есть какие-то ограничения, которым ты, ну, хотел бы, может быть, чтобы они были как-то помягче или чтобы их не было, может быть, вообще? Вы знаете, все зависит от того, чего мы хотим. То есть если мы хотим добиться цели какой-то, надо в чем-то себя ограничивать. То есть человек, который идет к чему-то, он должен себя в чем-то ограничить, иначе ничего не получится. То есть от нас все зависит. Если мы хотим двигаться дальше, мы должны себя в чем-то ограничить. Если мы хотим, чтобы наши результаты остались на этом месте, тогда, да, мы будем ходить, там, выпивать, там, не знаю, слишком много гулять. Все зависит от нашей цели. Слушай, Сережа, а мы подошли, кстати, вот к очень крутой теме, между прочим, которая волнует всех. Практически у всех людей есть какая-то цель они ставят, но единицам удается ее добиться. Почему? Потому что, ну, не хватает силы воли, да, мужества, как мы обычно говорим, да, начал что-то делать, прошла неделя, забросил и так далее. Как вот, вот что ты мог посоветовать людям, чтобы вот не сбиться с пути и идти вот к своей цели? Я понимаю, что такой простой вопрос, он, правда, многих волнует на самом деле. Ну, самое главное, это борьба с самим собой. Надо самим собой себе поставить цель, допустим, даже вернемся к спорту. Если мы хотим, там, достичь чего-то, похудеть и так далее, добиться, мы должны себя заставить каждое утро, там, вставать в определенное время. Заставить себя правильно питаться, заставить себя ходить на тренировку. Если мы сами собой начнем это делать, тогда у нас все пойдет легко и просто. Ну, то есть не ждать, пока вот организм будет к этому готов морально. А он никогда не будет готов морально. Не будет. Нет, просто вот на современные психологи, я прошу прощения, конечно, что я сейчас вмешиваюсь, они говорят, нельзя с собой бороться, нужно слушать свои желания. А желание-то оно всегда поспать и поесть. Ну, вот, Валерия, правильный вопрос, кстати, задала, я тоже хотел дополнить немножечко, да, если у тебя есть цель, но ты идешь к ней через такую, через силу страшную, да, через нежелание, да, ну, то есть тебе это не в кайф все делать. Что, бросить или продолжать? Значит, ваша цель не такая истина. Если вы очень сильно захотите, и, как говорила моя первая учительница, если очень сильно захотеть, можно и на Луну полететь. Поэтому, я думаю, если человек очень сильно чего-то захочет, он от этого добьется. Значит, он действительно хочет. Мне кажется, хороший философский ответ, на самом деле. Если просто не хочется, то это не ваша цель. Я хочу про космос спросить. На Луну, в космос, на Марс не собираешься ты? Да нет, я более приземленный человек, мне здесь неплохо. Слушай, ты мне эфира так хорошо сказал по поводу того, что человек, который занимается спортом, он просто не имеет права подавать плохой пример молодежи. А ты, вот, помимо того, что ты подаешь хороший пример, ты встречаешься как-то с молодежью и общаешься, не знаю, пытаешься там, лекции читаешь в институтах, чтобы ребята на нужный путь встали? Ну, лекции не читаю, но по возможности бывает, что мы в нашем зале Иглоса Москова там проводили всякие интересные благотворительные мероприятия. То есть дети из дома приводили, проводили конкурсы, то есть вовлекали молодежь в спорт. То есть я всегда за открыт к общению с детьми, чтобы они видели, что спорт это, я считаю, неотъемлемая часть жизни, особенно мужчин и девушек, будущих отцов и матерей. Это наше здоровье. В первую очередь, все-таки наше здоровье должно быть крепким, чтобы мы могли создавать себе подобных. Поэтому всегда открыт детям. Вот. Сделаем паузу. Молодец. Да-да-да, друзья, 3-4 минуточки, и мы снова к вам вернемся. Телерадиоканал. Телерадиоканал «Страна ФМ-1» на всю страну. Сергей Павлович у нас сегодня в гостях. Знаете, что, Владислав, мне подумалось? Ты не стал говорить пятый раз «Доброе утро». «Доброе утро». Это могу и пятый раз. Я хотела сказать, что мы с тобой сейчас, вы знаете, окопались от наших зрителей и слушателей, а можно же было контакты им назвать, чтобы они тоже в беседе участвовали. Ну, кстати, да, и для Сергея можете вопросы свои задавать. Плюс 7909-928-189, и традиционно в нашей группе ВКонтакте есть специальный пост, вот фотографии Сергея там как раз. Так, Сергей, вот 6 же октября у нас пройдет, ну, можно сказать, бой века по накалам, да? Вот, то есть у нас будет Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор участвовать. И сейчас уже, вот мы сегодня прочитали в новостях, что тренера и отца Хабиба не пустили. Кто его будет поддерживать? Ну, ему визу не дали. Не визу не дали, да. Отсюда. Вот новая информация. Я просто слышал другую информацию, но это печально. Ну, может быть, что-то поменялось уже, но вот, насколько я знаю, пока. Да, ну, насколько мы знаем, да, ему не дали визу, и поэтому вот мы хотим тебя спросить. Ты можешь сделать какой-то прогноз, как пройдет этот бой, и даже вот то, что отца его не пустили, как на нем это отразится, на его настрой? Ну, я думаю, это, конечно, неприятно, но никак не отразится, потому что возьмем вообще для российского ММА. Это очень такой знаковый бой, потому что Конор значимая фигура, Хабиб также значимая фигура. Этот бой, я думаю, ждут во всех странах многие люди. И по самому бою, что могу сказать, все-таки, я думаю, победа будет за нашим соотечественником, потому что его, скажем так, стиль ведения боя, он уже показывает то, что выиграет. Так как знаем, Конор, он все-таки более такой стоечник, боксер, кикбоксер, а Хабиб больше является представителем борьбы. И прогноз такой, что у меня затянет его вниз, будет там все пять раундов, если захочет, будет мучить, и в конце концов выиграет. Вот у нас, кстати, тоже приходили специалисты, спортивные комментаторы, они говорили, что если МакГрегор сразу Хабиба не положит, то все, то значит, он потом уже начнет выдыхаться, и победа будет за нашим. А вот, кстати, было такое мнение, кто-то говорил у нас, как раз из спортивных экспертов, говорили, что если Конор и выиграет, то это произойдет, скорее всего, в первую минуту буквально. Ну, вы знаете, я думаю, что выиграет все-таки вряд ли, потому что там еще и было наговорено очень много, поэтому подход к этому будет очень серьезный. Там, я думаю даже, что не просто как спорт, а это личное будет. Отлично. Разозлили нашего. Да, и настолько будет все, скажем так, тонко. Я думаю, Хабиб не будет с ним в стойке стоять, потому что Конор в стойке и силен. Он просто будет его постоянно валять, мучить, мучить и еще раз мучить. Но если быть откровенным, как я считаю, шансов у Конора нет. Ну, тут вот, кстати, вот еще отцовский вопрос я немножко подниму. По поводу отца Хабиба понятно, а по поводу отца Конора МакГрегора, он уже тоже тут громко выступил с громким заявлением, он сказал, что вообще все шансы за нами, там мой сын на пике форм, он в самой лучшей форме, никогда его никто не победит. И мы тоже общались с представителями Спортэкспресса, они сказали, что есть два подхода. Наш русский подход, мы скромно молчим-молчим, а потом выигрываем. И американский подход, когда ты ходишь на каждом углу, кричишь, что я вас всех порву, а потом хлоп, и как бы потихонечку уходишь. Ну, возьмем отца Конора, при всем уважении к нему, человек, который, ну, я не знаю, занимался спортом он или нет, но мне кажется, больше относится к той публике людей, которые любители спорта. И я думаю, он полностью все шансы не может оценивать спортсменов, кто и как ведет бой. Поэтому, скажем, оставим его мнение на любителей спорта. Оно не может являться более профессиональным. Возьмем также отца Хабиба, это человек, который сколько лет в спорте, сколько людей, да, сам спортсмен, подготовил людей, и его, как бы, мнение, я думаю, более такое весомое, потому что человек непосредственно знает, о чем говорит. Поэтому, я думаю, что нам больше подходит все-таки наш российский темперамент. Нет, ну, нам-то понятно, что больше всего подходит. Ну, и в мировом сообществе тогда, что это будет более адекватное мнение. Слушай, но в плане отца Макгрегора, мне кажется, там больше шоу-бизнес все-таки, нежели спорт как такового, да? Там именно шоу-бизнес, деньги. Ну, а потом, с другой стороны, опять же, вот говорю просто, да, но, собственно, неважно кто, ну, отец же не может сказать, что мой сын проиграет. Согласен с вами полностью. Тут по-другому и быть не может. Ну, я говорю к тому, что мы не можем воспринимать его как экспертное мнение отца Конора. Слушайте, а я еще хотел поговорить, такой сравнительный анализ провести. Если у них там за рубежом, за границей больше это все шоу-бизнес, то у нас как-то это немножко по-другому протекает, да? То есть у нас персона, вот, допустим, ты, вот ты какой есть в жизни, ты таким и являешься даже на пресс-конференциях. То есть ты из себя никого не изображаешь. Ну, то есть ты не перерождаешься, вот ты нормальный, нормальный человек, а тут раз прям, ой, и вот глаза налились кровью и начал ручать в камеры. Ну, в этом отношении у нас все равно менталитет такой. У нас еще, я смотрю, потихоньку начинает появляться, то есть все-таки есть некоторые там бойцы и люди, которым это близко. Мне, например, это не близко, поэтому я это не использую. Соответственно, у нас еще сколько лет уже? Ну, с 2000-х годов только появился, зародился этот вид спорта. И со временем наберет обороты. И я вам могу сказать, что посмотреть через 2-3 года у нас будут такие же ребята, которые будут разговаривать, да, и так далее. Просто кому-то это будет интересно, кому-то нет. У каждого есть своя публика. И я считаю, что надо оставаться тем, кем ты чувствуешь себя изнутри. Кому-то это близко по духу, кому-то нет. Слушай, а вот, подождите, ты говоришь близко-неблизко, а может быть это все-таки правило, который, ну пусть в хорошем смысле этого слова, навязывает этот вид спорта, который просто нельзя не принять. Ну, давайте вернемся к нашему повседневную жизнь. Возьмем Европу, там есть люди, которые, мужчины, носят юбки. Мы же не носим с вами. Нам, кто бы навязывал, не навязывал, мы будем одеваться в ту одежду, которая нам нравится. Правильно? Правильно. Вот видите. Мы как-то до сих пор в штанах, и слава богу, мне кажется. И все в порядке у нас. И все в порядке, да. Слушайте, ну, вы хорошая, у нас беседа такая добрая, чистая, лучистая. Я хотела, знаешь, еще что у тебя спросить. Ты можешь, ты говорил, что раньше когда-то ты тренировался два раза в день, да? Иногда и три раза в день. А вот сейчас непосредственно, ну, когда... Ну, не когда-то, это сборы, когда-то непосредственно. А сейчас у тебя спокойный режим. Как проходит твой день? Вот как проходит день чемпиона? Во сколько ты встаешь? Ну, встаю так же стараюсь в 8 утра, проснулся, потянулся, покушал, позавтракал. Все зависит от того, там, увиделся с друзьями, прогулялся, что-то почитал. Ну, сейчас стараюсь проводить тренировки во второй половине дня, когда уже организм более бодрый. Тренировку стараюсь сделать такую более насыщенную, потому что одна тренировка в день. Сколько по времени она у тебя идет? Ну, полтора-два часа. Прям? Да. То есть ты прям вот не разгибаясь там это все? Ну, по-другому никак. По-другому никак. Если тренировка, ты должен прийти, выложиться, отпахать. И потом в свободное время уже, то есть все равно режим какой-то есть, я стараюсь ложиться до 12. Потому что если ты чуть позже ложись, в моем случае, я потом себя чувствую немножко разбитым. Все-таки режим присутствует, не прям такой кардинальный, серьезный. Тренировки ежедневные. Ну и, соответственно, суббота, могу позволить там кросс, баня и воскресенье, полноценный выходной день. Но по поводу сна, получается, 8 часов у тебя получается? 8, 9 часов. Минимум 8 часов ты должен проспать. Если этого не происходит, то ты это уже чувствуешь? Да, уже чувствуешь и чуть по-другому. Ну, я еще стараюсь, когда две тренировки в день, как дети наши маленькие, я тоже подсыпаю днем. Сегрет такой я открыл вам. Ну, хорошо. Вот, то есть, как бы, со сном должен быть полный порядок, на самом деле. Потому что сон – это наше здоровье, молодость. Стареть рано не хочу. Ну, как и все, собственно. Сергей, скажи, пожалуйста, вот для людей, которые там, ну, вот, занимаются, может, недавно, может быть, хотят только, да, начать какие-то силовые тренировки. Утро, день или вечер? Ну, если у человека есть возможность выбирать, да? Если есть выбирать, я считаю, самое оптимальное – это вот во второй половине дня, потому что организм уже полностью проснулся, в принципе, он более активный, и здесь, если силовые, то силовые показатели будут намного побольше. Но не на ночь? Нет, не на ночь, потому что за 3-4 часа до сна, я думаю, надо уже… А ты знаешь, такая мода есть, вот эти круглосуточные фитнес-клубы, когда человек там 15 часов на работе, а потом ра-ф, пошел там в 12 часов ночи. Ну, да, и в 11 часов вечера. У него организм еще будет возбужден, он как минимум часа 2-2, 2,5 не сможет уснуть, потому что организм только потренировался, он находится в стрессе. Ситуация, ему нужно восстановиться какое-то время. Поэтому вот, со спортом тоже надо не больше. Я предлагаю нам восстановиться и потратить на это некоторое время прямо сейчас. Давайте потратим. Несколько минут, и мы вернемся к вам. Доброе утро, Валерия, для вас специально говорю эту фразу. Доброе утро всем, кто смотрит и слушает телерадиоканал «Страна-ФМ». Один из сильнейших тяжеловец в России, чемпион «Файт-найтс Глобал» Сергей Павлович у нас в гостях. Сегодня, Сереж, доброе утро еще раз. Еще раз доброе утро. В часик мы уже с вами так прям проговорили. Хорошо, легко. Я предлагаю еще раз вернуться к СНПРО, Международному фестивалю спорта и здорового образа жизни, на котором ты обязательно будешь присутствовать. Расскажи, вот так сказать, непосвященной публике, а что там? Вот просто приходят люди, которые объединены идеей ЗОЖа. И что делают? Ну, это такая глобальная выставка, очень огромная, куда съезжаются люди разных, скажем так, представителей спорта. То есть там разные виды спорта, спортивное питание. Там проходят турниры, выставки, чтобы люди более понимали вообще, о чем речь идет. Чтобы могли выбрать для себя что-то подходящее, какой вид спорта. Лекции какие-то можно читать. Лекции. То есть это такая комплексная, скажем так, спортивная выставка, которая очень полезна, я считаю, очень каждому человеку, который даже немножко далек от спорта. И не первый год она уже проходит, если я не ошибаюсь, она шестая по счету, да? Да. Это с 9 по 11 я вот смотрю, да, посмотри? Да, 9 по 11 ноября. Совершенно верно, ты посматриваешь. Через месяц копеечками. КВЦ Сокольники даже я вот еще тут посмотрю. Вот, молодец, тоже важная информация. Сергей, скажи, пожалуйста, ну, у тебя вот достаточно плотный график. Остается ли время на что-то еще? Ну, всегда при желании можно найти время. И на что? Второе просто отсюда вытекает. Ну, всегда найдется время для друзей, потому что надо уделять время нашим близким товарищам, пообщаться, посидеть, посмотреть, что происходит в мире. Мы всегда любим пообщаться на такие глобальные темы. Про политику затирать? Нет, политику не разговариваем. Мы вообще о спорте международном, о каких-то больших боях. То есть вот такое всегда у нас находится время. Для бесед. А в настольные игры, может быть, играете? Все, неожиданный вопрос. Не, ну что, я просто пытаюсь представить себе вот этого серьезного, могущественного человека. Могущественного, могущественного человека. Огромного, да. Да, в каком-нибудь таком вот, ну, в другом ракурсе. Шашки. Шашки. Ну, шашки, не знаю. Я, кстати, уверена. И в шашки можем сыграть, и в шахматы, и в настольный теннис. С этим проблем нет. Слушай, а ты еще сказал, что ты ходишь в баню. Ты прям такой банчик, прям с веником, прям вот в этой шапочке, все как положено. Такая очень интересная история по этому поводу связанная. На самом деле, я бы не был таким банчиком. Но товарищ мой говорит, пойдем в одну баню общественную. Обычная баня таких вот с авдеплских времен. Пришли, а там, знаете, бывают такие костяки банчиков, которые уже по лет 10-15 ходят. И они там каждый заход вычищают, стоят какие-то травки там. То есть ритуал целый. Ну, это обычная простая баня была. Да, обычная простая. Нет, 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 обычная баня. И они узнали, что спортсмены, и решили меня пропарить. Там поселили солому, пропарили какими-то невероятными способами, методами. А солому-то зачем? А это, знаете, какой-то такой метод есть. Селишь солому, лежишь, более чувствуешь себя в деревне. И я понял, что это очень круто, это очень хорошо. Я вышел оттуда как младенец, и еще там есть такая холодная купель. Окунаешься, и просто невероятные чувства. И после этого я полюбил баню. Но для тебя это как отдых, да? То есть ты раз в неделю прям регулярно ходишь, это вот твой ритуал тоже. Да, вот после этого момента я стал каждое воскресенье ходить в баню, точнее, каждую субботу. И просто я от этого получаю большое удовольствие. Но помимо удовольствия, я вот к чему веду. Ты как спортсмен можешь это рекомендовать? Это как-то полезно для мышц, что они там у тебя расслабляются. У спортсменов же есть такая проблема, что у них мышцы не всегда расслабляются. Вы знаете, не только мышцы, но и нервная система. Я бы вообще рекомендовал каждому человеку, потому что холодное, горячее, это также полезно для наших сосудов и так далее. То есть очень полезная вещь. Ну, соответственно, кто-то в сердечнике и так далее, им надо с врачом посоветоваться. А так каждому человеку прям только вперед. В баню. Шапочку, веник и в баню. Шапочка самое главное. Ну, урноватка, мне кажется, как-то в понедельник в 10 утра, в поладенце. Мне бы хоть помечтать об этом. Я хотел вот еще о чем спросить. Есть же люди, которые считают, что спорт это просто вот спорт, и ничего общего с интеллектуальной деятельностью у человека он не имеет. Но есть совершенно другие люди, с которыми я, кстати, согласен. Хотел, вот ты опровергнешь или нет, что человек, занимающийся спортом, у него и мозги начинают работать совершенно иначе. В самом хорошем смысле этого слова. Возьмем любого успешного спортсмена. Мы о нем же не можем сказать, что он глуп. Ну, за исключением, есть у нас боксеры в соседней братской стране. Вы знаете, о ком речь идет. Ну, окей, да. Хорошо. А так в основе своей все спортсмены довольно-таки начитанные люди, очень грамотные, умные. Потому что нам приходится читать, изучать, потому что происходят какие-то травмы и так далее. Мы в первую очередь сами прочитаем, узнаем об этом, обо всем. А также питание. И уже в самом процессе у нас сборы происходят. Мы должны чем-то себя увлекать. Всегда там в играх, в телефончиках не будешь. И захочется что-то почитать, поинтересоваться чем-то новым. Ну, и получается, вы же как вот стратеги, да? У вас же логика должна как работать, потому что вы выстраиваете все эти движения. Это же как танец некий такой продукт. Ну, в ходе боя, да, ты должен уже менять свою тактику. Что-то подошло так на новый ключик, новый ключик. И постоянно мы смотрим по ходу боя, что нам делать. Слушайте, а у нас 30 секунд, между прочим, осталось. Ну, 30 секунд осталось огромное. Да-да-да, очень быстро прилетело время. И так далее, пообщаться. И автограф подашь. Конечно. Вот. Лерка, пойдем. А мы сейчас автограф возьмем и фотографируемся. Сергей Павлович был у нас в гостях. Сереж, большое спасибо. Вам также большое спасибо. Было очень приятно. Счастливо. Очень приятно. Пока всем. Счастливо всем. Счастливо всем.